здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал поскреби библию найдешь русскую книгу значит на вчерашний вот этот мой ролик целая куча восточных документов мои подписчики нашли интересные факты и обратили мое внимание на одну и на одну интересную статью из этой значит выдержка там сейчас я ее вам зачитаю давайте вам интересный вот комментарий от моего подписчика что он тут нашел здравствуйте среди кучи восточных документов мне показалось особо замечательными чудеса мира ссылку на которую выложил в контакте со ссылкой на ваш канал только начал читать сразу интересные примеры абу-эл-хасан б абдалах б ахмат тахир рассказывает слышал я что в чине есть существо с человеческой внешностью а его тело сплошь покрыто волосами как у обезьяна она прыгает с дерево на дерево летает словно птицы может подпрыгнуть вверх на десять локтей это тоже удивительно снежный человек примечание мое абу-эл-хасан мада и не говорит в горах андалуса есть пещера тот кому нужен огонь скручивает жгут пропитывает его жиром и подносит к ходу в пещеру жгут сразу же загорается хотя никаких признаков огня там нет комментарий по тексту абу-эл-хасан б мухаммад ал-мада они известный арабский источник родившийся 753 умерший 830 и 849 труд которого до нас дошел только в цитатах у других авторов андалуз арабское название перенейского полуострова а горе с пещерой в андалузии в которой никто не видит огня сообщает также за к звене чем не таинство благодатного огня неспроста переней можно перевести как горючие горы антиперен состав препятствующий горению примечание мое кроме этого в куче еще много очень интересного для меня например история каракалпаков поскольку я родился в этой местности спасибо давайте значит теперь я покажу вам из этой самой кучи еще одно интересное эти одну еще интересную находку давайте значит вот прислал мне опять-таки подписчик ссылку вот на это я оставляю алла один а там или джуэни история завоевателя мира значит ребята здесь во первых рассказывается о чингисхане самое интересное ребята тут вот рекомендую прочитать читать немного когда вы это прочитаете вы увидите какое сходство вот так если убрать имя чингисхана я бы подумал пишут о русских а точнее я бы подумал что пишут о казаках здесь значит если вы прочитаете а потом посмотрите что об этом говорит сергей данилов точнее вот в этом ролике сергей данилов славянский копное право древнейшая форма самоуправления славянской общины то есть вы увидите то что говорит сергей данилов записано здесь в законах этого самого чингисхана увидите огромное количество то есть копное право здесь есть вы увидите здесь значит интересная по поводу как относится здесь к вере здесь значит вот давайте я вам маленько совсем зачитаю сами можете прочитать потому что если долго все это читать то ролик получится долгий так по элику чингисхан не повиновался никакой вере и не следовал никакому исповеданию то уклонялся он от изуверства и от предпочтения одной религии другой и произношение одних над другими превозношение одних над другими наоборот ученых и отшельников всех толков он почитал любил чтил считая их посредниками перед господом бога богом и как и как на мусульман взирал он с почтением так и христиан и видовала поклонников миловал дети и внуки его по нескольку человек выбирали себе одну из вер по своему влечению одни наложили ислам на вы и свои другие пошли за христианской общиной некоторые избрали почитание идолов а еще некоторые соблюдали древние правила дедов и отцов и никакую сторону не склонились но таких мало осталось хоть и принимают они разные веры но от изуверства удаляются и не уклоняются от чингисхановой ясы что велит все толки за один считать различия между ними не делать это же тоже самое ребята я вам своем ролике читал в книге значит савельева а ох ёлки бич божий атила абатили то же самое точь точь тут практически слово-слово то что я вам зачитывал абатили так давайте еще кое-что вам зачитаю еще у них похвальная еще у них похвальная обычай что закрыли они двери чеченопочитания похвальбы званиями и воспретили крайнести самовозвеличивания и недоступности кое в заводе у счастлився судьбы и обычай царей кто не воссядет на ханский престол одно имя ему доставляют хан или каан и только более сего не пишут а сыновей его и братья зовут тем именем что наречено им при рождении будь то в лицо или за глаза будь то простые или знатные когда пишут обращение в письмах одно то имя пишут между султаном и простолюдином разницы не делают пишут только суть и цель дела а излишние звания и выражения отвергают значит хан или каан давайте значит теперь посмотрите что получается магометане тянут значит на себя одеяло а теперь давайте покажу вам документ где иудеи тянут значит одеяло на себя есть вот такой значит документ называется регистры и надписи здесь рассказывается о хазарском каганате значит давайте я вам кое-что прочитаю даже знаете не буду я вам прочитать ну дело в том что то что я вам сейчас прочитал все одно и то же нет все таки ребята зачитать придется так вот интересно население столицы хазарской состоит из мусульман христиан евреев и язычников царь его двор и все принадлежащие хазарскому племени племени исповедуют еврейскую религию которая стала господствующей стране со времени халифа гарун эль рашида много евреев переселилась хазаром из всех городов мусульманских и стран рума потому что царя рума в наше время в 332 году царем там арманус так вот рума посмотрим что тут пишет кто такой этот рум смотрим рум византия видите да византия теперь давайте кое-что вам прочитаю так страница 54 страна хазар лежит по ту сторону каспийского моря очень обширно но сухо и неплодородно много в ней овец между меду и евреев много в ней овец меду и евреев и тиль есть большая столица на реке впадающая в море и именующая также и тиль от этой реки прибрежный город сей находящийся против джурджана получил свое название около года города и внутри есть много деревьев немного мусульман их же царь еврей он имеет законы и судей мусульманских еврейских христианских и языческих я слышал что аль мамун нашествовал на них из джурджании победил их и обратил к исламу затем слышал я что племя из рума которая так поехали дальше так царь их о всяком важном происшествии сообщает хакану из турок и их соплеменников между неверующей никто не может увидеть его не ставшим празелитом ну то есть смотрите там ка-ан а здесь хакан ну то есть видите да одно и то же ну вот давайте я вам кое-что сейчас почитаю о судьях так постановление столицы хазарского царца что в ней бывает 7 судей двое из них для мусульман двое для хазар которые судят судят по закону торы двое для тамошних христиан которые судят по закону евангелия один же из них для славян русов и других язычников он судит по закону языческому то есть по разуму ребята смотрите какая интересная заметка постановление столицы хазарского царства для славян русов и других язычников он судит по закону языческому то есть по разуму так ну короче если вы тут прочитаете вы увидите сходство со всего что написано вот здесь и написано о чингисхане давайте значит теперь мы с поскребем эту самую библию и найдем то есть видите то что описано о чингисхане то что описано здесь везде прослеживается русский след давайте я вам покажу кое-что из библии и значит вот такой вот кстати знаете поговорку поскреби русского найдешь татарина так вот эта поговорка она не так на самом деле звучит кому интересно смотрите следующий ролик я вам прочитаю по поводу этой поговорки и некоторых других еще поговорок давайте значит покажу вам есть вот такая вот книжка творение ефрема сирина кто такой ефрем сирин прочитаем сейчас мы с вами ефрем сирин канонизированный великий преподобных память в православной церкви совершает 28 католической церкви 9 июня биография ефрем сирин год рождения так около 306 года то есть ребята 306 год это тогда когда еще даже русских и русских и славянах то и слыхи ну то есть по официальной конечно же версии никто не слыхивать не слыхивал и мы варвары сидели на зелим на деревьях или по крайней мере жили в землянках где-то там так утверждает официальная версия так вот смотрите я вам сейчас что-то зачитаю из творений вот этого вот ефрема сирина так творение ефрема сирина читаю это значит рассказывается о вхождении иисуса христа в иерусалим один говорит вот тот о котором вещал я что при конце придет на землю другой вещает стоящим на лестнице видел я его бытие такое-то такое-то один говорит это тот самый которого видел я среди купины в виде пламени другой повторяет это бог чуден властитель веков и са девятый шестой один говорит это тот который с шумом при сильных громах и трубном звуке сниз шел на вершину горы где видел я его исход такой-то такой-то другой взывает и говорит хвал ч бога твоего сионе возьми цивницу и гусли ребята вы прикидьте возьми цивницу и гусли но думаю про гусли вам а ничего рассказывать не надо давайте с вами посмотрим что же это такое цивница так открываем цивница это старинный русский и украинский народный пастушеский многоствольный духовой музыкальный инструмент типа флейты пана а также любой другой инструмент этого типа понятно вам ребята то есть евреем сирин прямым текстом пишет своих творениях про гусли и цивницу понимаете никто слыхать не слыхивал о русских да еще и тем более а в украинском народном этом инструменте вот такая вот интересная штука ребята получается по поводу поскреби библию и найдешь русскую книгу видите да ссылки значит вам оставляю рекомендую прочитать вот это вот значит история завоевания мира а чингисхане читать немного вот всего лишь потом прочитаете ребята вот эту регистры регистры и надписи немного всего вот несколько страниц начинайте со 148 так вот глава 148 отсюда начинаете и по 152 ну кому будет интересно и далее и вы увидите совпадение вот такие вот интересные штуки ребята получается ну а кому еще будет интересно посмотрите сергея дали данилова копное право древнейшая форма самоуправления славянской общины и вы увидите как она совпадает с тем что написано в истории завоевателя мира о чингисхане спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания